Удобно садимся. Удобно садимся вот так вот. Здравствуйте, друзья. С вами снова Олег. Канал на ютубе Домик в деревне. Вот сегодня после трудового дня хорошего засел я значит в предбаннике для того чтобы поговорить с ну или что-то рассказать. Есть у меня в общем то один два вопроса которые хотелось бы мне с вами поговорить о чем хочется с вами поговорить. Гласил я здесь значит для того чтобы с вами просто поговорить. Рассказать о том как я здесь живу. Вот значит что хочу сказать заехали мы сюда в деревню в начале апреля благодаря карантину собрались все точнее не собрали мы уехали в нижней начале апреля думаем ну месяц поживем посмотрим чё как потому что сначала карантин продлили до 30 апреля уже потом на май перешло вот без удоб дом без удобств отопление было у нас электрическая мы перекрыли один контур но перекрыли контур перед перекрыли контуром входную дверь короче мы перекрыли одну комнату контуром сделали такие занавески за деял забили их а другую комнату в общем то мы затопили электричество электричеством и в общем стали жить не тужить вот воды дом в доме нет мы ходим на колодец моемся раз три дня в бане вот таскаем воду ездим на машине две-три ходки сделаем нормально вот все удобства короче у нас на улице вот так вот мы жили апрель и я вам хочу сказать что прожив этот месяц в своем доме мы решили остаться на вести зон я начал думать где бы мне найти работу и в общем как бы договорился работу я нашел работу по строительству вот чтобы хоть какой-то стал идти оборот финансовый вот и думаем сейчас чем бы заняться нам здесь какое хозяйство открыть организовать для того чтобы наш домик наш приусадебный участок приносил какой-то доход вот на этом мы мозгуем женой и я думаю что то придумаем надеюсь на это и верю в это вот мы в этом доме за три года не сделали столько сколько мы сделали за месяц потому что мы сюда приезжали набегами на два на три дня ну если там какие-то получались выходные большие то максимум на 4 на 5 вот соответственно мы очень мало делали вот и сейчас мы за этот месяц закрыли по периметру весь забор удлинили свой огород поменяли печь в бане что ему еще сделали сделали грядки сейчас занимаюсь парником делаем парковку вот ну там камешки собираем как бы есть одно место нашли одно место где можно набрать камни вот мы там собираем дробим их короче и на парковку так что вот так вот обживаемся и сказать что за это время нам все больше больше хочется быть деревне нам здесь очень интересно вот и у меня возникло как бы вот на основании этого два интересных момента которые можно сопоставить с городом то есть у меня есть какой-то опыт жизни в деревне пусть небольшой но есть и есть опыт довольно таки большой жизни в городе первый момент который хочу сказать что здесь простор простор и свобода вот и смотрите мы однажды поехали за водой на один к нам кого здесь деревне нашли встретили там одного местного мужичка познакомили с ним разговорились кстати вот но деревенские люди они довольно таки общительные они сами подходят и общаются там что-то разговаривают на заводе знакомства и этот мужчина подошел так привет привет там вот я здесь живу как бы разговорились он рассказал где какие колодцы лучше воду брать в деревне вот ну короче где кто живет и тогда что и тому подобное и ну чё-то говорит ну так сказать спросили а где ты живешь чего тебя там да вот мой дом а он как-то на отшибе стоит но как бы вот есть линия домов а он был такой как бы в стороне немножко отодвинут и меня жена говорит а это вон там маленький домик он такой говорит да какой маленький домик пяти стенок вот и мы когда близко к этому дому подошли он готов здесь я лес сделал то есть но высадил здесь лес у меня тут свой лес на 10 участок вот с этой стороны потом за домом там еще 30 или 40 соток там у него земли короче и я и он такой говорит ну как бы с одной стороны он обиделся на то что мы ему сказать нос сказали что маленький домик а с другой стороны мы увидели что у этого человека он прям ну царь своей земли понимаете у него там сзади 30 соток впереди там соток 50 у него свой лес у него там дом там здорово пятистенный там он будет я вообще но как бы мы видим что это человек он просто живет вот просторно он пошел там погулял там сзади дома там написать на 50 соток вышел из дома там перед домом у него целый лес он там ходит там по лесу к может быть грибы там собирает не знаю вот или рассады грибные делает ну и как бы мы видим он живет в просторе понимаете если сравнивать это с городом то в городе там двух двушка-трешка там ну вот квартира да у тебя нет этого простора даже если ты купил там себе там дорогущую квартиру там маршалграде там ниже новгороде самые дорогие квартиры там с видом но я не знаю там с видом на нижнюю часть города вот это не сравнить с тем простором который ты переживаешь здесь в деревне свобода смотрите вот сейчас вот этот карантин ну люди сидят там в четырех стенах у меня есть там родственники которые там в одной комнате ютятся в 1 в однокомнатной ютятся там втроем бабушка мама там но и дочь вот они там ютятся не могут выйти оттуда ну втроем только магазин там выходит там кто-нибудь из них и и назад а здесь но ты в карантине ну ты ты вышел в огород ты что-то там делаешь в огороде ты на своей территории все ребенок у тебя гуляет в огороде качели там придумал ему там песочницу сделал все он там валяет там большие преимущества в этом случае ну находиться именно в деревне вот потом второй момент который мне бы хотелось сказать сказать какой я увидел вот я выхожу из дома посмотрю например в одну сторону у меня там леса и но холмы и перекаты вот это и я вижу у меня там ну на несколько километров простирается вид из окна вид из огорода вид за заборами не знаю как это объяснить в одну сторону я смотрю там перелески прекрасный вид такой на природы и все такое во вторую во вторую сторону смотрю там тоже самое вот красотища утром в пять утра встаешь там тетерев токает всем 7 утра встаешь там уже подключается журавль там кур лыщет вот потом птички просыпаются вечером соловьи поют ну вот в мае сейчас то есть свобода и простор такого в городе такого нет к сожалению нет я ловлю себя на той мысли что ты идешь например в дом весь твой простор он закрыт ну пятиэтажками девятиэтажками которые там но вот по улице да все люди люди возможно это мое мнение люди идут в торговые центры вот в эти просторные здания там но чтобы хотя бы частично как-то вот ощутить этот простор здесь здесь я нахожусь в этом каждый день каждый день я вот в этой свободе каждение вот в этом просторе в гармонии с природой такие закат и такие восходы там видишь вообще просто вот ну сегодня пошли с ребенком после ужина за пять минут наловили майских жуков с десяток ну и я в детстве за это короткое время столько не налавливал просто вот пошли так вот но с очком помаха помахали там чуть-чуть пять минут все он у него там полбанки уже этих жуков и он радостно убежал домой там мультики смотрел перед сном вот такая ситуация я слышал такую фразу но которые которые слышал такую фразу которая говорит следующее что город это искусственная цивилизация село деревня это натуральная цивилизация здесь в гармонии с природой самим собой что касается работы ну вот местные жители здесь живут я не вижу чтобы люди как-то бедствовали или находились в каком-то затрудненном положении люди находят как выживать здесь сейчас смотрю все начинают копать сажать картошку а огород сажают парники там восстанавливают вот люди живут огородом питаются натуральными продуктами у кого-то ну у многих куры и есть козы вот поэтому а может быть кому-то трудно здесь живется а тот кто например любит выпивать ну кто бухать любит они здесь ходят ну тоже маются с похмелья постоянно страдают здесь только одному кто ко второму придут там да еще что-нибудь вот пойдут скоро грибы пойдут скоро ягоды рыба рыбалка здесь здесь три озера три озера у нас только в деревне в одной нашей в нашем селе вокруг там несколько сел тоже есть и в каждом по озеру то есть люди ездят туда-сюда на рыбалку здесь рыбачат карась окунь вот карпы есть я не призываю этим роликом переезжать из города в деревню я хочу вам передать свое настроение я вам хочу передать свои эмоции вот поделиться с вами своими эмоциями своими чувствами что я испытываю знаете я мы здесь наслаждаемся я наслаждаюсь жена моя наслаждается вот ребенок мы ему спрашиваем ну что хочешь в город он такой нет не хочу хочу здесь быть вот просто 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 мы счастливы что у нас есть домик в деревне подключайтесь к моему каналу подписывайтесь на канал вот буду еще что-то засылать вам какие-то видюшки интересные хочу пройтись по селу и заснять видео вообще что у нас тут есть вот ну и вообще о своем огороде о нашем доме буду засылать видюшки все с вами был Олег всего доброго всем добра и здоровья но это это